Тот редкий случай, когда зал торжеств распахнул двери не для молодоженов. Почетными гостями сегодня стали сами работники ЗАГСа. Сто лет со дня образования государственного учреждения отмечать решили так, как они умеют. С музыкой, словами напутствия и морем цветов. В гостях ветераны. Говорят, этот зал спустя много лет все такой же особенный и торжественный. И все-таки без людей он был бы не столь трогательным. Каждый из сотрудников ЗАГСа старается добиться понимания торжественности момента. Ответственности его прежде всего самой парой. Разговаривая с самой парой. Потому что всем хочется красоты, восприятия людей, которые находятся рядом. Но прежде всего это должно быть личное отношение и личное восприятие. Когда-то именно ветераны продумывали интерьер ЗАГСа. Эти световые гирлянды изготовлены по специальному проекту. Фота невесты из Хрусталя и сегодня остается главной гордостью зала торжеств. Несмотря на то, что их работа – это ответственная и строго официальная процедура регистрации, без эмоций и переживаний ни один рабочий день не обходится. Бывает, трогай до слез. Иногда хочется прям слезу. Ну, держишься как госсотрудник, конечно, нужно держаться. Желающих у нас очень много. Со всей России приезжают ребята, которые желают вступить в брак. И мы не на территории центрального отдела ЗАГСа. В день в ЗАГСе центрального района принимают до 50 молодоженов. Пиковые нагрузки на зал бракосочетаний приходятся на красивые даты и знаковые праздники. Так что рекорд постоянно обновляется. Сегодня стало почетно обручиться именно в этом зале города-курорта. Он у нас старый, будем так говорить, старое здание. Но здесь, по-видимому, как говорят, намоленное место. И здесь все замечательно, прекрасно. И люди говорят, что мы едем к вам из Сибири, Чукотки, из-за рубежа, из Москвы. Очень много. И говорят, здесь душа. В словах поздравлений от коллег, добрые пожелания и благодарность за большое дело, которое работники ЗАГСа, невзирая на должностную инструкцию, делают для всех, кто переступает порог их учреждения.